МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогие наши друзья! В эфире телеканала «Союз» начинается передача беседы с батюшкой, ведущей Глеба Линский. И сегодня у нас в гостях уже хорошо вам знакомый на селе храма великомученцы Варвары в поселке Рая, священник Олег Патрикеев. Здравствуйте, отчим! Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Добрый вечер! Благословите, пожалуйста, наших телезрителей на чат. Господь да благословит. Дорогие наши телезрители, мы сегодня в прямом эфире, и, конечно же, с радостью примем ваши звонки, потому что тема сегодня действительно интересная и нужная для каждого православного христианина, для обсуждения, может быть, и размышлений. Свобода в церкви и запреты в церкви. Мы об этом будем говорить с отцом Олегом, и с радостью примем ваши телефонные звонки по телефону в Санкт-Петербургской студии. Телефон 812-677-62-44. Пожалуйста, звоните, мы будем рады. Ну что же, отец Олег, давайте мы начнем нашу беседу, потому что, когда мы говорим о свободе в церкви и о запретах в церкви, то здесь у нас возникает очень много вопросов, связанных, ну, прежде всего, с поведением. Казалось бы, свободное поведение или запреты в церкви, того или иного поведения в церкви. Но здесь все-таки, наверное, проблема стоит значительно шире. Ведь быть свободным человеком, наверное, может быть, одна из самых сложных человеческих задач. А жить в запрете может быть даже и гораздо легче. Помните, сколько времени мы жили, что называется, под такой сильной рукой? И сейчас даже есть люди, которые скучают по такой сильной руке. Но, опять-таки, сильная рука в церкви, и, вернее так, запреты в церкви иногда помогают. И помогают иногда настолько, что хочется еще и больше наложить на себя каких-то ограничений. Тем более, постом мы это делаем, свободными людьми мы это делаем, сами ищем какие-то запреты, которые делаем, может быть, иногда самочинно. Столько тем я предлагаю вам сегодня осветить. Поэтому, первый вопрос, что такое свобода? Это сладкое слово «свобода». Наверное, многие из вас смотрели этот фильм. Ну, начнем вообще с самого начала. Откуда наберется эта свобода? И свобода, свобода рознь. Можно быть и в тюрьме, быть свободным, а можно быть на свободе, как в тюрьме. Я читал, что в Японии до пяти лет нет у родителей с детьми такое обращение, что у них нет слова «нет». То есть на все вопросы, которые дети задают родителям, они никогда не отвечают слово «нет». Можно даже попробовать поиграть, у нас с вами не получится. Любой вопрос, который как бы идет под запрет, то я автоматически скажу, это нельзя. Нет. Нас так воспитали. Но почему, вот я стал разбираться, дети в Японии не получают этого ответа. Проще сказать, нет, нельзя. И все, и дело с концом. А вот объяснить, почему нельзя. Вот здесь вот можно входить в интересную дискуссию с ребенком. Ему разрешено все. Но он спрашивает, можно ли мне это. И здесь ты должен ответить без слова «нет». Почему ему нельзя съесть сегодня пятую конфетку? Можно? Да или нет? Наше сознание, оно двухполюсное. Да, нет. Черное, белое. Воздух, небо, земля и так далее. То есть мы можем все разделить. У нас даже система двоичная. У нас нолик, единица. Это в компьютере. Все программы, в принципе, состоят из этих только противоположностей. Поэтому свобода, которая предназначена для человека разумного, она начинается с его возникновения в утрубе матери. Но то, что его окружает, делает его несвободным. Но эта природа, которая его окружает, это и закон природы. Ребенок в девять месяцев не может не подчиняться законам природы. Он находится внутри, утробно. И раньше времени он не сможет выйти. По законам природы он должен выйти тогда, когда и стать свободным. Но он и в утрубе уже свободен. Он не обращает внимания на эту природу. Она ему помогает. Она дает возможность ему двигаться, питаться. И что наполняет человека в то время, то и называется информационным таким скоплением каждого человека. Он рождается уже с какой-то информацией. Дальнейшая информация, которая к нам поступает. Вот здесь как раз заключается опыт, если мы возьмем, конечно, опыт Японии. И сравним его с опытом нашего поколения, когда розги висели над столом. И было написано, что кто не использует розги, тот плохой папа, отец. Вот здесь механизм запретов, он именно действует на человеческую уже нацию. Русская нация, она такая. Видимо, без запретов нам нельзя. В Японии совсем другая нация. Но можно иногда и пользоваться, ведь пробовать, попробовать именно объяснить, закачать информацию в ребенка такую, чтобы он решал, можно ему это или нет. И чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее он станет разумным человеком. Именно разумный человек говорит себе да или нет. У нас, знаете, есть телефонный звонок. Давайте мы его примем и после этого продолжим. Добрый день. Вы в прямом вере, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. Это Дмитрий из Санкт-Петербурга. Вот, батюшка, такой вопрос. Вот многие люди, они не решаются прийти в церковь, потому что им кажется, что на них там наложат сразу много правил, обязательств, запретов. Но вот как им объяснить, что именно в церкви, именно когда ты приходишь в раму, вот настоящая радость? Вот как вот с этими людьми лучше разговаривать? И как вот объяснить, что это все не так? Вот подскажите, пожалуйста. Спасибо. Очень хороший вопрос, Дмитрий. Спасибо. Подсказать можно только своей жизнью. Есть у Антонио Сурского такой рассказ о том, как неверующий муж через где-то месяц прибежал в храм и стал спрашивать у Антонио Сурского, митрополита, «Что вы сделали с моей женой? Что вы с ней сделали такое? Я хочу быть в вашем крови, я хочу посмотреть, что у вас происходит». Он говорит, ничего. А было дело в том, что она страдала из-за неверующего мужа, который говорил, что храм – это все ерунда, и так далее. Ну, как вот люди там наложат на вас много обязательств. И вдруг Антонио Сурский подсказал ей, как вести себя с мужем именно по-христиански. То есть не перечить, не пилить и так далее. Ну, то есть у нас это было сказано не просто как запреты, а именно как для того, чтобы человек возрастал в духе и этой радостью делился с другим человеком. И вот, придя домой после очередной службы, он видит, что жена изменилась, радуется всему. Он там то, а он говорит, да все, слава Богу, хорошо, конечно, милый мой, милый, любимый мой, родной, там, котлетки, сейчас все сделаю. Только вчера она там была, да, на каждой его… Медьян. Да, 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 то есть постоянно устала пилить пила. А здесь она изменилась. И он пришел узнать, почему она изменилась, кто ее так изменил. И он остался в этом храме, потому что он увидел в ней свободу. Свободу от греха, в первую очередь. Поэтому я думаю, что своим поведением, в первую очередь, вы можете, как бы, ну, привлечь, не знаю, как, знаете, такой духовный менеджер такой, да, рассказывает о том, как хорошо в храме. Но при этом он сам это передает не просто устами, но и своим поведением, своим изменением. Если мы покажем в себе свободу Христову, которую нам дает Христос, то и люди по ней затянутся, потому что затянутся, потянутся. Люди устали от греха, поверьте мне. Они хотят этой свободы. Но вот боятся в церковь, потому что не пускает мысль. И не то, что мысль, а та информация, которая в них уже бушует, как миллионное море информационных соединений, что там то, там это, там эти, там все. И они не пускают. Информация закладывается с самого детства. Увы, мы носители этой информации. И мы реагируем на любое проявление человеческой слабости или, наоборот, подвига. Подвига на основе нашей информации, которая заложена в нас с детства, там и так далее. Вот эту информацию надо вытеснить. Вытеснить и в Англии, и в Библии, желанием познакомиться, кто сможет в меня эту информацию, из меня длит сделать, да, то есть апгрейд такой. Вот это вот надо этим заниматься. Ну и для этого, наверное, существуют какие-то все-таки, опять-таки, вот опять вот мы говорим о церкви и о свободе в церкви, и о запретах в церкви. И здесь все-таки у меня возникает ощущение, что должны быть какие-то инструменты, которые помогут мне преодолеть, ну, как вот Дмитрий задавал. Страх. Страх, необъяснимое. Мы же часто говорим, вот угрюмое православие. Мы говорим о том, что вот люди очень как-то ведут себя, может быть, агрессивно по отношению к неверующим людям. И поэтому должны быть какие-то инструменты, помогающие мне преодолеть мое неприятие церкви. Абсолютно правильно, да. Эти инструменты есть в храме, и они должны быть. Театр начинается с вешалки, но и с гардеробщика, да, который тебя встречает, снимает тебя пальто и так далее. Наш православный храм начинается со свечницы. Вот. Вот первое проявление любви, которое должна проявить эта милая бабушка, радостная, встречая каждого человека как посланного от Бога, глядя на него... Даже без платка женщины или... Конечно, конечно. Это вот, это... Это надо работать. Здесь надо проводить категорские курсы со свечницами, проводить мастер-классы с ними, то есть даже приводить школьников или там детей, то есть проводить такие опыты, ставить, может быть, знаете, такие, брать... Вот у нас была такая мысль с отцом Артемием Литвиновым, даже эти ролики снять, как это происходит, и взять студентов театрального училища, чтобы они играли ту или иную ситуацию, проигрывали. Снять ролики и запустить. И вот как поступать, потому что сейчас это доступно людям, да, смотреть. Вот такая ситуация произошла. Что делать? И... А там есть ответ на это. И мы в этом образе находим себя. То ли я эта свечница со шваброй, то ли я все-таки улыбающаяся христианка, которая встречает любовью каждого входящего человека и уже подсказывать с любовью, потому что здесь нельзя смотреть на человека, как на кошелек. Это не магазин добрых услуг. Там ничего не продается. В церкви, дорогие мои братья и сестры, ничего не продается. Вообще ничего. Вы устав почитайте и посмотрите, что церковь существует на пожертвование. Поэтому, если вы увидите какие-то примерные приблизительные... Это не цена, поверьте мне. Это просто постельно пожертвовать, которую, может быть, человек может пожертвовать. Но я всегда объясняю людям, что в церкви ничего покупать невозможно. Если ты пошел покупать, то ты в магазине. Ты уже покупил, получил шоколадку или какую-то записочку, ну и все, и на этом удовольствие. Бог тебе это тоже не даст. То есть будет кабинетат религиозных услуг. Да. У нас есть телефонный звонок, отчего. И давайте мы его приимем. Конечно. Добрый день, вернее, вечер. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните. Здравствуйте, меня зовут Юлия, я звоню из Москвы. Вот у меня такой вопрос, правда ли, что свободным может быть только смиренный человек? И еще вопрос, вытекающий из этого. Вот. Действительно, от грехов очень сильно устаешь, и вот хочется, допустим, побороть тщеславие. И святые отцы говорят, что нужно больше молчать, отвечать только на вопросы. Ну, в общем, быть таким буквы молчаливым. И стоит ли в семье это практиковать? Просто обычно кажется, что в семье можешь как раз вести себя очень свободно, как-то естественно, и получается, как чувствуешь себя каким-то зажатым и наоборот каким-то не свободным. Но, может быть, это действительно полезно? Спасибо. Юлия, очень хороший вопрос. Очень хороший, очень интересный. Да. Ну, вы абсолютно правы, конечно же, без смирения свободу вам не получить. Без смирения свободу будет революцией. То есть каждый революционер – это свободный человек, но без смирения. Даже вот приставка «бес» очень она такая похожа, да? Без смирения. Смиренный «бес», но такого не бывает. И поэтому, я думаю, что пробовать нужно. Ну, вы столкнетесь вот с этим тщеславием, которое у вас изнутри, оно будет выпирать наружу со всех щелей. Если вы зажмёте его в тиски, то оно начнёт, просто, ну, как вот любая игрушка, нажмёшь, оно начнёт этим вылезать из разных проблем, и начнутся и так далее. Как работает тщеславие? Его нужно взять в плен. В плен и направить его в нужное русло. Знаете, ведь любая страсть, которая присуща человеку, она, оказывается, изначально должна была служить человеку, гордиться Богом, тщеславица делами, которые через тебя Бог совершает. И тогда ты начинаешь постепенно брать её в плен, в сестричество такое, знаете, и она становится тебе такой подругой. То есть она хочет тщеславиться? Конечно, мы родная, но не вопрос, сейчас сделаем доброе дело. Вон бабушка там страдает, поехали к ней. Ради Христа это делаю. И тщеславие тут же. Ради Христа всё. Есть такой пример очень хороший. Один монах делал в монастыре, делал 5000 поклонов ежедневно. И как-то его узнали об этом, он в Келесове делал, и узнал об этом игумен. Призывает его, отец, ты как? Жив, здоров, да всё хорошо. Правила выполняешь, да всё. А сколько поклонов ты делаешь? 5000. А давай-ка вот с сегодняшнего дня 300. Как братья все делают? У тебя послушание. Приходит через три дня. Отец, не могу сделать 300. А отчего ж так? Не могу и всё. Сил не хватает. На 50 ломаюсь. Он 5000 делал ежедневно, спокойно, ради своего тщеславия. Тщеславие помогало, дал ему силы, чтобы делать 5000 подклонов. А 300 он не мог сделать из-за послушания. Вот послушание, оно опередит все ваши тщеславные моменты. Слушаясь мужа, просто слушаясь его, вот как господина своего, и вы получите ответку, вы получите радость и любовь. Вот в этой любви и будет свобода. В послушании и проявляется смирение, и тогда вот эта свобода, она будет возникать в другом человеке, потому что вы-то будете свободны от чужих взглядов, от чужих разговоров. И мы же не свободны даже от чужого мнения. Вот на меня посмотрели косо. Уже не свободен. Поэтому смирение, оно от послушания возникает. Попробуйте послушаться мужа один денёк, делать всё, что он скажет. Но только об этом вы не говорите, пожалуйста. А вы мужья сейчас слушаете, пожалуйста, эксперименты не проводите над вашими женами, потому что это только с духовником можно, конечно, советоваться, но попробовать можно. Пробуйте, потому что Господь откроет ваш талант. Может быть, вы прекрасный собеседник, а зачем же вам молчать? Беседуйте с детьми, с мужем. Не обязательно сразу о Боге, об Иисусе говорить. Поговорите о хорошей природе, о звёздах. А потом тихонечко, а кто же эти звёзды сотворил, родной мой? Не ты ли? Там и так далее, да? То есть можно же увлечь разговором. Пробуйте, это прекрасно. Ну, во всяком случае, я понимаю, что вот если муж не сотворил небо и землю, то, во всяком случае, в семье всё-таки делается всё вместе, совместно, потому что и дети у нас появляются тоже не от от злости, от любви. поэтому если... Кстати, вот на самом деле вы очень точно подметили, когда вот в особенности постом сейчас стоит только усилить молитву и, знаете, в доме всё налаживается. Налаживаются отношения с женой, с другими членами семьи. Налаживаются и становится проще, значительно проще становится жить. и поэтому появляется свобода вот от этих самых ограничений, от этих самых запретов, которые ты на себя накладываешь, появляется вот свобода радости, между прочим, свобода отношений, свобода внутренняя свобода появляется. И ещё, конечно, появляется удивительная свобода общения в молитве с Господом. Потому что это по-другому чувствуешь себя не как раб, но как сын. Это совершенно удивительно. Но вопрос у меня следующий такой. Если мы говорим о запретах, то часто всё-таки запреты нам не помогают, а нас, скажем так, заставляют чувствовать себя не комфортно, настолько некомфортно, что мы начинаем противиться даже самой мысли о том, что не хочу я молиться, не хочу я ходить в церковь, потому что это всё привносит в мою жизнь не радость, а какую-то тяготу. Но вы мне ответите на этот вопрос сразу после телефонного звонка, который мы примем. Хорошо, очень? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. Как вас зовут? Меня зовут Игорь Викторович. Я вам звоню из Москвы. Вопрос у меня такой. Сможет ли православная церковь помочь России не превратиться в страну, где семья состоит из родителя один и родителя два? Спасибо большое. Ну, понятно. Спасибо большое, Игорь Викторович. семья один. Ну, это понятно, о чем тут речь. Вы знаете, это даже такой мысли допустить невозможно, что такое возможно в нашей стране. А этого не будет. Потому что истина сохраняется в Евангелии, а наша церковь живет только по Евангелию. Все, что будет противно Евангелии, будет противно истине. Значит, произойдет то же самое, что было в 17-м году. То есть, церковь отделится опять. То есть, если вдруг, мы не говорим, это возможно все. В Греции мы же не думали об этом, никогда не гадали, что Греция, православная страна, примет закон о таких парах. Понимаете? И выступали против, и афониты не пустили на Афон, премьер-министры и так далее. Ну, закон-то принят. И эти пары возникают. Вот тебе и, пожалуйста, вот тебе закон. Да, свобода без запрета. Без, да. Как бы любовь такая, в кавычках, да, она пользуется любовью, то есть, разрешение. Но вот мы должны теперь вернуться назад и понять, откуда вообще берется закон. Да, откуда вообще взялся наша жизнь. Ну, мы можем, конечно, полистать Библию, естественно, и первый закон, мы знаем прекрасное, который был в раю, дан закон первый о малом послушании человека Богу. о невкушении от древа познания добра и зла. И вот этим послушанием человек мог стержать вечную жизнь. Представляете, просто слушаться в одной заповеди. А сейчас 613 заповедей. Вы знаете, если взять гранат, да, вот попробуйте его когда-нибудь расчехвостить, так, и посчитать, сколько там зернышков. Будет? Должно быть, я сам еще не пробовал. 613. Да, серьезно. Это количество заповедей, которые практически они все начинаются словом «нет», «нельзя», то есть запрет. «Не делай». И вот в этом и весь закон, который был дан Моисеем, он практически весь дается нам, ну, кроме первых заповедей, которые относятся к Богу, да, «возлюби Бога всем сердцем», а все практически остальные заповеди, они даются «не вкушай», «не сотвори», «не прелюбодействуй» и так далее. Слово «нет». То есть вот это «нет», оно как информация в нас, вот это впиталось и все. И как тебе, ни правой рукой не махнут, ни левой, ты не свободен, потому что заповедь это закон, который дается, он не дает нам свободы. Иначе бы, если бы мы исполняли эти заповеди, не нужно было приходить к Христу на землю. Но и он пришел, он ведь сказал, что я пришел не нарушить закон, но исполнить. Но исполнение закона не в том, чтобы исполнить 113 заповедей. А всего две. А всего две. Он уменьшил эти заповеди до двух. И убрал слово «нет». Если я люблю Бога, я делаю, что хочу, сказал блаженный Августин. Делай, что хочешь. Любишь Бога, делай, что хочешь. Ты свободен. Вот и все. Вот и вся заповедь. Все-таки вернусь к своему вопросу по поводу того, почему все-таки количество вот тех самых запретов, которые, кажется, накладывает церковь, мешают мне войти с чистым сердцем и без тяготы выполнить. Знаете, как? Вот я это поясню на молитве Ефрема Сирианина. То есть, дух праздности. в любом начале. Вот, конечно, вот все в храме начинают выполнять, то есть, земные поклоны. Но я вижу, что, например, есть женщины или там, мужчины, у которых, ну, к сожалению, они не могут этого выполнить, потому что, ну, там, боли ноги и так далее. Но они все равно пытаются это сделать, несмотря на то, что я вижу, что они поднимаются со страшными, чувствуются боли у них есть. Вот, неужели это необходимо, вот, именно, вот, выполнять все уставные, да, типиконные законы, да? Заметьте, что в типиконе и в уставе нет ничего со слова нет. То есть, там нет такого, не делай то-то, там сказано, делай это, сделаешь, молодец. То есть, нету оценки твоих действий. Закон не оценивает твои действия, он не ставит тебе оценку двойка, тройка и так далее. И поэтому в церкви вообще этого слова нет. То есть, она предназначена человека сделать свободным. Церковь – это место, где ты сможешь встретиться с Богом, который как раз освободит тебя от грехов, от твоих фобий, от твоих нет и так далее. Но есть каноны, которые просто держат церковь в русле, в русле том, чтобы она не растеклась, да, как она растекалась до вселенных соборов, когда можно было верить так, может так. И церковь установила каноны, которые суживали наш ум. Наш ум, он падший, он сопричтен как бы, да, с нашего рождения с общением с дьяволом больше, да, с сатаной, потому что он пленил нас. И мы получили в наследство вот этот грех Адама, который, первородный грех, который я называю геном смерти. Иногда он... Семя тли. Да, семя тли и так далее. Вот. Но если бы не было бы крещения, если бы не было потом следующих таинств, которые в церкви существуют, то мы бы были, конечно, самые обделенные люди. Нам и грешить нельзя, и веселиться нельзя, и ничего нельзя, а в итоге мы ничего, и в итоге у нас еще ничего и не получается, потому что, естественно, наша плоть, как апостол Павел говорит, кто же освободит меня от этой плоти-то? Я и хочу доброе сделать, а не могу. Мысли хорошие есть, а закон плоти мой противится этому. И только Христом побеждается вот это наше всеобщее разложение нашей плоти, нашего состава, который мы состоим из трех составных тела, дух и душа, все эти триедины, они без Христа, они просто развалены, они как разбиты, даже не сравнить. Ни духа нет. Ничего, дух угашен, душа в потемках, тело в страданиях, и тут еще приходит какой-то бородатый священник и накладывает на тебя еще какой-то... Епитимет. Да не ладно, епитиметом, а вот там три канона, столько-то поклонов и так далее, ты только пришел, думал, боже мой, но как-то, понимаете, о них говорил Христос о фарисеях, которые возлагают недобоносимые бревна, а сами перстом повышелить не могут. И здесь священник из-за своего опыта дает только то, что может сам сделать. Я не могу человеку сказать, ты должен сделать там десять поклонов, а сам при этом ни одного не могу не сделать или не делаю. И поэтому, естественно, священники, которые чувствуют эту радость общения со Христом, они передают эту радость и людям, они показывают, где Христос, куда, ну как до Него дойти, для этого есть где-то водитель. Такие вот, палочка такая, которая для хромых, палочка – это закон, к которому мы опираемся и идем, это детворение ко Христу. Вот пришел ко Христу, палки выбрасывай, все, ты исцелен, ты, как Христов говорит, встань и ходи, хватит уже валяться, сколько ты лет валяешься уже? 38? Давай, все, вставай. Но это надо услышать, к этому надо прийти, ты не просто так взомнил в голове, я теперь свободна, я теперь могу аллилуйя и так далее. Нет, мой родной, докажи мне свою свободу во Христе, покажи мне свою веру. Есть у тебя еще вопросы, но давайте сначала примем телефонный звонок, который у нас есть. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните? Здравствуйте. Добрый вечер. Телевизор, пожалуйста, выключите, пожалуйста. Я звоню из Мордовии, зовут меня Валентина, я хочу узнать, как можно упоминать 40 дней усопшей рабе на страшной неделе, это великий четверг, 40 дней будет. Понятно, спасибо за вопрос. Вы знаете, для усопшей рабы уже нет времени, она находится в невременном уже пространстве, для нас мистическое, или непонятно, и там время уже отсутствует. Поэтому поминание 40-дневное, это традиция. Традиция была раньше, и 30 дней поминали. В 30 дней было как бы такое общий, было такое панихида. На 40-й день. И здесь вам не нужно бояться или там пугаться от этих дней, которые церкви отмечены как великий четверг. Будет совершена литургия в этот день. Очень важно будет причаститься в этот день, и вы почувствуете радость. Это, кстати, удивительное совпадение такое, о том, что ваша родственница на 40-й день предстанет пред Богом на частный суд, так называемый. И здесь, в этот день, вы, причащаясь, доказываете о том, что ваша родственница оставила на земле человека, который следует по стопам церковным, по стопам познания Христа, то есть исполнения его заповеди. Самая важная заповедь Христова, помимо заповедей, которую он оставил, это причастие. Ибо кто причащается, тот и на суд не приходит, и живет вечно. И поэтому... Ты говоришь, что на проскомедию можно... Подать, конечно. Подать записку, и во время причастия, соответственно, сам человек будет... Это будет лучшая награда для вашей усопшей, что вы причаститесь. Вот это будет лучше всего. Ну и потом, ведь у нас еще после Пасхи есть специальный день Радовница. Радовница, да. Будем радоваться. Да, когда ведь мы же просто в этот день, когда приходим на кладбище, мы же читаем Христос воскресе. И можно тут заметить, что когда эти слова произносятся, даже птицы начинают петь по-другому. Это правда. То есть, я это ни разу замечал. Хорошо. Я все-таки хочу спросить о том, у нас, знаете, вот мы очень любим такими фразами пользоваться, типа новоначальные или, скажем, люди, которые уже воцерковлены. Но на самом деле это просто только слова, которые говорят просто о людях, людях в церкви. Кто-то из них считает себя воцерковленными, кто-то считает себя новоначальными. Но вопрос о том, о тех людях, которые пока еще не знают церковную жизнь так, как знают ее, например, скажем, священник или церковно-служитель. И здесь часто возникают проблемы, связанные с литургией, с тем, как себя вести, как, когда нужно делать поклоны, когда, кому свечку ставить и так далее. И тут возникают вопросы буквально такие, что там обязательно правой рукой, обязательно нужно обязательно всем поставить всем иконам свечки. Вот как должен вести себя просто человек без того, чтобы просто быть свободным человеком в церкви. Ну, во-первых, надо принять самое главное, что церковь это не здание, которое... Не бревна. Не бревна, да, не бревна, и даже не иконы, и даже не свечи. Это все ведь храмы, если бы строились они только для поставки свечей, то это было бы, ну, что-то такое... Не знаю. Свечная лавка. Да, свечная даже лавка, не знаю, что-то... Даже нет названия тому, что если мы приходим в храм только поставить свечу, ну, надо задуматься вообще о моей духовности, о духовной жизни. То есть, что такое для меня свеча, да, и что такое для меня постановка вот именно вот в эту пимпочку, да, маленькую, и самое главное, от чего ее предприятие, от той или этой свечечки, там, и так далее. Взамена молитвы. Да. Вот. Надо об этом хорошо подумать, родные мои. Уже пришло время нам быть попрогрессивнее. Уже много прошло времени с того момента, когда мы... Когда церковь стала свободной от именно этой тяжелой руки. Теперь вас никто не будет шпионить за вами, вам не посадят в укор, вас не снимут с работы, из партии вас не исключат. Сейчас можно коммунистам ходить в храм и помогать церкви. Представляете? Это же счастье! Это же здорово! Попробуй, как ты 30 лет назад коммунистам зайди в церковь или покрести ребенка своего. Положи на стол портбилет. И все. И все разговоры. Поэтому надо подумать все-таки прежде о том, что церковь является не простым зданием, а... Ну, можно говорить, конечно, о собрании верующих. Сейчас мы богословски включим мотивы, там людям будет опять далеко до этого. самое главное, как Антоний Шусский, я учился у него, все его записи, я пришел через него к вере и познал его духовную свободу, которую дал ему Христос. Свобода, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Вот эту истину надо познать в церкви. Но прежде, чем той прийти, хотя бы откройте Евангелие, хотя бы посмотрите апостольские деяния, что такое церковь для них была, что они там делали в этой церкви и что я иду туда делать. Но свечку можно дома поставить, понимаете, не обязательно ходить в церковь. Зачем? Возьми себе иконочку, одну, там, две, три, хоть десять, и на коностасе сделай, поставь себе свечи, и кто тебе это скажет против. Но будет ли это работать? Будет ли это... Возможно, будет. Что-то получится, может быть, самоутешение, самообнушение и так далее, но без причастия ничего не получится. Церковь и строится только для того, чтобы совершалась литургия. Практически все остальные таинства можно совершать вне церкви. Ну, кроме венчания там, да, и то умудряются где-нибудь какой-нибудь менее часов, где-нибудь на берегу озера, там где-то еще, сейчас очень модно там уехать куда-нибудь в Накипр и там повенчаться, там красивые слайды можно сделать. Вот. Поэтому, родные мои, церковь, это встреча с Богом в причастии. Вот когда ты готовишься к причастии, вот тогда ты задумываешься уже и об исповеди, и о своих грехах вспомнишь, и уже о том-всем встреча со Христом. Вот так вот. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните? Здравствуйте. Родный грешный Иван. Здравствуйте. Уважаемый ведущий. Здравствуйте, батюшка. Добрый вечер. Знаете, батюшка, у меня такой вопрос. Вы знаете, я ни секунду не сомневаюсь, что Господь Бог есть и что Он в курсе моих планов и моей жизни, а также жизни других православных христиан и всех людей на земле. Ну вот Он однажды нам сказал, обещал, что просите и дано будет вам. Человек ведет православную воцерковленную жизнь, исповедуется, причащается и просит о какой-то нужде. Но почему-то Господь Бог зачастую медлит в исполнении просимого. А люди, которые не ведут православную жизнь, невоцерковленные, им сейчас, в данный момент дается многое успеха, успехи в работе, в личной семейной жизни и в другом. И очень сложно в этом устоять, видя, что они у них все хорошо, а ты, которые на Бога надеешься, и в то же время он ведь знает, что я без него не могу. И не получается. Спасибо за ответ. Вопрос понятен. Вопрос понятен. И мне уже образ сейчас сразу же ваши слова возникли в Гефсиманском, в Гефсимании, там, где Христос просил Отца изменить его волю. Он просил эту чашу принести мимо меня, мимо него. Трижды об этом молял Отца своего, но при этом потом говорил, да будет воля твоя. Он принял эту волю. Сам Христос просил и не получил того, что просил. Значит, воля Отца была другая. Это крест. Ваша просьба не исполняется лишь только потому, что Господь любит вас и дал вам крест неисполнение этой вашей просьбы. Это есть крест. Возьмите этот крест и несите, и тогда вы получите венец. Если вы попросите у Бога и Он исполнит, это ваше личное отношение, это прекрасно, Он и так все исполняет. Каждое утро Он дает мне воздух подышать, легкие, которые этим воздухом дышат, и так далее. Но вот попробовать еще помимо всего поблагодарить его за этот крест. Вот это высокая будет доля, хороший процент. Как говорит поиск седогорец, что у нас есть банк духовный, в который мы складываем все наши крестоношения, наши скорби, которые несем ради Бога, ради Христа. За них мы получим венцы, хорошие награду. Но конечно мы не ради только награды несем этот крест, а ради того, чтобы прочувствовать ту боль, которую прочувствовал Христос. В страданиях мы соединяемся со Христом. Мы сострадаем Ему только для того, чтобы почувствовать сострадание и к другим людям, вот к тем, о которых вы сейчас сказали, которые пьют и веселятся, радуются, они страдают больше даже вашего, поверьте мне. Вот если вы сейчас будете сострадать им, что конец жизни их неизвестен ни для меня, ни для вас, но Господь все изменит, поверьте, и с каждого спросят, что ты сделал в этой жизни. И спросят также и с вас, и с них, но по раздельности, не переживайте за них, переживайте за себя. Апостол Петр спросил у Христа, когда уже так пободрился, когда Христос простил его трижды, а что с этим, с твоим любимым учеником? и Господь ему говорит, а тебе-то что-то того, ты иди за мной. А если даже хочу, чтобы он вечно жил, тебе что-то того, ты иди со мной. Вудроем правиле, помните, внезапно судья приедет, и к Егожду в одеянии обнажаться, но страхом зовем полуночь, то есть с трепетом получается, зовем полуночь, свят, 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 если Боже покороется помимо нас. Воля Твоя, як она небеси и на земли. То есть я так понимаю, что все-таки волю Его, Господа нашего, если мы просим, чтобы она была как на небе, так и здесь, то мы полностью придаем себя в руки Божьей, если, отходя ко сну, в руце Твоей, Господи, предай Дух мой. То есть это же, опять-таки, если мы все... Мы должны задумываться о словах молитв, на самом деле. Мы должны не просто автоматически их произносить, а задумываться, что я говорю и кому я говорю. И дело в том, что Он слышит. Это нельзя вычеркивать из нашей общения. Мы не вычитываем правила. Кто вычитывает правила, это чечицы, это кто хочет покрасоваться своим красивым голосом, но если ты разговариваешь с Богом, пользуясь молитвословом, кто написал для вас, то поверьте мне, Он слышит эти молитвы, также вы должны это чистосердечно с Ним общаться, просто представлять себя глазами Божьими. Вот сейчас я заговорю с Богом, Который все сотворил, все небо, звезды, это все и для кого Он это все сделал? Вдруг ответ, из Библии ты читаешь же, да? Все для тебя, мой родной. Я это сделал для человека. И это для меня, и для тебя тоже. То есть, вот это общение через Библию, через Евангелие, мы должны понимать, что все слова, которые говорит Христос людям, относятся не просто к обществу, но ко мне лично. Вот тогда будет интересно беседовать с Ним. Спасибо очень за такой подробный ответ. Я думаю, что наш брат Иван все-таки получил ответ на свой такой сложный вопрос. Спасибо вам, Иван, большое. Но у нас еще есть один телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните. Добрый вечер, батюшка Олег, добрый вечер, ведущий. Меня зовут Ольга, я звоню из Санкт-Петербурга. Я вот хотела узнать ответ на такой вопрос. Я была в храме, и подавала записочки о здравии и об упокоении на проскомеде. Но святница мне сказала, что это не по правилам, потому что я не знаю, причащались ли эти люди вообще. И на проскомедию подавать нельзя такие записки. Правильно это? Или как мне поступить в следующий раз? Спасибо за вопрос. Ну, вопрос такой двузначный. Есть традиция, особенно в монастырях, когда святница спрашивает, ходят ли эти люди в церковь, причащаются ли они. это, и если человек не причащается и не ходит в храм, да, то они считают, что достаточно за них помолиться не на проскомедии, потому что, конечно, в проскомедии должны участвовать верующие, верные церкви. Это было бы правильней. Но я думаю немножко по-другому. Конечно, здесь надо снисходительно подходить к этому вопросу. и как, ведь в проскомедии что совершается? Не только поминовение. Это таинство, очень такое таинство, я говорю, потому что это неизримым образом вынимая частичку за человека либо упокоения, либо оздравии, потом ты высыпаешь эти частички в потир с кровью Христовой, говоря такие слова, чтобы омылись кровью, поминаем здесь, то есть молитвами святых, то есть мы опускаем эти частички как бы человека окуная в эту кровь хотя бы таким образом, если их нету на литургии, Господь таинственным образом помогает этим людям. Если даже они не причащаются, то для меня значит надо усилить молитву об этом человеке. И молитва на проскомедии это одна из сильнейших молитв об этом человеке. Также и об усопших. Есть свидетельства о том, как священники поминают усопших, а эти усопшие стоят в ряд. Души их стоят и смотрят. Они как бы получают просфору от рук священника, который вынимает «Если вдруг ты кого-то пропустил, есть такие рассказы о том, что эта душа умершего остается и ждет, а священник это видит». Представьте себе ужас этого священника видеть мертвых людей, души мертвых людей, которых там может быть десятки, сотен людей, которые пришли за этой проскомедией, помянуть их, если они не причались, например, но были крещены, главное, чтобы они были крещены в церкви, тогда это, конечно же, правильно. А если не крещены, то здесь уже это совершать нельзя. Это другая молитва, уже это келейная, и так далее, на усмотрение уже человека. Поэтому здесь это тоже зависит от настоятеля. как он. Многие, может быть, боятся. Ну, как бы так, есть такие поверья, что вот, если будешь за них усиленно молиться, то тебе придет ответка такая от тех, кто не пускает их в фрам. Может быть, такие какие-то помыслы, не знаю. тайна себя велика. Понятно. Но вообще, я, конечно, рад тому, что есть такие вопросы, потому что люди, которые звонят, так они чувствуются неравнодушные к тем, кого им хочется помянуть. Потому что это радостно. Тем более, что, опять-таки, нас ожидает очередная родительская суббота. это тоже очень для церкви очень, вернее так, церковь нам предлагает очередной такой, не только вероучительный, но и вспомогательный такой, не то, что даже урок, а во всяком случае опять возможность. Возможность. Возможность еще раз вспомнить о своих корнях. очень важно знать своих предков. Очень важно. Дело в том, что, конечно, мы не знаем, все ли они в раю, какую жизнь они вели, тем более, что была такая семидесятилетка, которая придавала очень серьезные проблемы в духовном плане. и возможность их помянуть. И дело в том, что, почему именно в пост происходит? Мы же утончаем себя в пост, мы начинаем питаться более правильной пищей, утончая свою плоть, и здесь начинает работать уже, просыпается дух в человеке. Он просыпается от этого жира, который мы накапливаем на него, этот информационный жир, который нас окружает, он наконец-то начинает худеть, таять. И вдруг, а он красавица, он уже такой прекрасный, это же так радостно быть в духе. Он говорит, я сегодня не в духе, а вот, а я в духе сегодня. И этот дух дается в церкви. Как раз и в этом духе можно встретить своих всех усопших. В этом духе есть свобода. Спасибо, отче, за сегодняшний вечер. Отец Олег Патрикеев, настоятель храма Великомуничества Варвара, в послухах я был сегодня в нашем эфире. Спасибо, отче, благословите наших телезрителей. Господь да благословит на все ваши добрые начинания. Дорогие наши телезрители, мы очень благодарны вам за все ваши звонки и за ваши комментарии и за ваши сообщения, которые вы оставляете на нашем сайте. Спасибо вам большое. Мы очень надеемся на то, что мы увидимся с вами завтра в прямом эфире передачи «Беседа с батюшкой». Всего вам доброго, до свидания и до новых и радостных встреч на телеканале «Союз». Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok